В сентябре детскую школу искусств номер 12 на улице Симбирской будет не узнать. Обновленный современный и стильный фасад будет привлекать внимание прохожих. Работы много, капитального ремонта в здании не было с 1962 года. Поэтому школа очень нуждалась в обновлении. К сентябрю планируют сделать не только фасад, но и полностью поменять коммуникации, отремонтировать три кабинета и коридор. Дети, они, каждый продумывает, как же у них будет в классе, начиная от цветовой гаммы, значит, заканчивая, будет ли это ламинат или линолеум. Потом, значит, какое у них будет, какое будет оформление. Если народники, они уже ждут, когда им базу сделают, они оформят в своем народном стиле. Теоретики, ну что бы, говорю, придумать в теоретическом классе. Ну, стоят себе парты и стулья. Нет. А световая гамма? А освещение? А какие будут шкафы? То есть это не художники, это делают идею, подают сами дети. В здании Дашиина Симбирской более 580 человек занимается по восьми направлениям. Возраст воспитанников школы, как признается директор, от трех лет до бесконечности. В театральную и хоровую студию дети приходят заниматься вместе с родителями. Кроме того, юные любители прекрасного посещают инструментальные направления, живопись, хореографию. После капитального ремонта в школе планируют открыть новые секции. Буквально недавно защитили звание народный ансамбль «Арт Симбирск» народных инструментов, куда ходят педагоги, родители и выпускники. Защитили звание народный. То есть чего-то это стоит. У нас в театре играют дети, тарантасик, которым играют дети, и играют вместе с ними родители. Вы понимаете? То есть и родители. Кроме того, летняя академия, зимняя академия, осенняя академия мы принимаем без ограничения возраста. А почему 60 плюс? Если пришли они заниматься, мечту детства, может быть, исполнить. А мы им скажем, нет, извините вы по возрасту. Рады каждому. В настоящее время подрядные организации ведутся работы по установке лесов, демонтажу кирпичной кладки, цокольной части здания, очистка фасада от штукатурки, заводят металлоконструкции для усиления стен. Капремонт проводится благодаря нацпроекту «Культура». Светлана Карпухина, Анатолий Рассохин, Улправда ТВ.